Если вы получили по-настоящему горхи опыт, такой опыт можно назвать хорошим, потому что он бесценен. Ценность опыта многих жизней, безусловно, нельзя отбрасывать. Он необходим. Память о пережитом опыте — единственное, что дает вам мудрость. Вы должны научиться быть счастливыми, несмотря на свое влечение. В любом случае, у вас есть влечение. Если вы несчастны от этого, тогда у вас целых две проблемы — влечение и несчастье. С одной проблемой, по крайней мере, легче справиться. Если вы компульсивны, научитесь воспринимать это с радостью. Это не значит, что вы становитесь счастливы из-за ваших компульсий. Вы просто счастливы. Почему мы все время говорим о радости, любви и тому подобном? Дело в том, что важно сохранять свои ум и эмоции приятными. Потому что, когда ваш ум и эмоции приятны, вы становитесь гибкими. И мы можем многое с вами сделать. Когда ваш ум и эмоции неприятны, вы теряете гибкость. И с вами ничего невозможно сделать. Когда у вас уже есть одна проблема, не создавайте себе еще одну. Быть несчастным — это неприятное состояние. Когда вы в таком состоянии, к вам невозможно прикоснуться, вам невозможно помочь, с вами невозможно ничего сделать. Однако, когда вы в приятном состоянии, вы готовы принять любую форму, не так ли? Так что несчастье — это большая проблема, чем все ваши компульсии. Намного большая проблема, потому что к вам невозможно прикоснуться, вас невозможно изменить, вам невозможно помочь. Для начала уладьте эту проблему. С какой бы чепухой вы себя не отождествляли, первое, чему вам нужно научиться, — это быть радостными и любящими. Тогда с вами гораздо легче работать. Вам гораздо легче помочь. До вас гораздо легче достучаться. С вами гораздо легче сделать что-то за пределами ваших «нравится», «не нравится». Потому что ваши «нравится», «не нравится» — это ваши базовые компульсии. Для того, чтобы мы могли помочь вам освободиться от этого, вы должны быть в приятном состоянии. Если же ваше состояние будет неприятным, то мы не сможем побудить вас делать то, что вам не нравится. Вы будете делать только то, что вам нравится. Чем несчастнее люди, тем больше они будут настаивать, «Я не буду это делать, мне это не нравится». Радостные люди, более гибкие. Вы можете попросить их танцевать, кричать, прыгать, и они будут делать все, потому что они счастливы. Они гибкие. Оставайтесь гибкими. Это самое важное. Вот почему по утрам йога. Начав с вашей спины, мы постепенно доберемся и до головы. Потому что гибкость — это ключ. Если вы станете гибкими, это будет замечательно. Из твердого тела вы превратитесь в гибкое. Это определенное развитие, не так ли? Поэтому важно оставаться гибкими. Быть гибким невозможно, когда вы в неприятном состоянии, будь то неприятные мысли или эмоции. Быть радостными, любящими, счастливыми, умиротворенными — важно именно по этой причине. Так что не создавайте себе двойной проблемы. У вас их и так достаточно. Это не единственное проявление вашей компульсивности. У вас полно ее проявлений. И главная цель — выявить все скрытые аспекты. Потому что если вы их закапываете, их становится только больше. Если вы закопаете картофелину в землю, то через какое-то время она превратится в несколько картофелин. Карма похожа на мешок картошки. Чем глубже ее зарыть, тем больше ее вырастет. Вместо этого ее надо выкопать и высушить, так, чтобы она не смогла прорасти снова. Если вы посвятите себя достаточно интенсивной садхане, то когда вы вернетесь в мир, вы увидите, что много простых проявлений вашей компульсивности просто исчезнет. И посмотрите, с теми компульсиями, что у вас были еще неделю назад, вы бы не смогли просто сидеть вот так. А сейчас у всех вас это получается замечательно. Вы не можете сидеть на месте, когда вас переполняют влечения. Да, к вам приходит всякая чушь, не то чтобы вы на 100% от нее освободились, но очень много влечений уже ушли из вашей жизни. Вот почему теперь вы способны просто сидеть. Все тело болит. У кого сейчас не болит тело? Все испытывают боль, включая меня. Если вы получили по-настоящему горький опыт, такой опыт можно назвать хорошим, потому что он бесценен. То, чему вы научились в неприятные моменты вашей жизни, бесценно. Было бы глупо забыть этот опыт. Только глупец старается забыть. Если вы умный, то должны помнить каждый пережитый вами горький опыт. Без обиды, без злости и боли. Просто всегда храните его в памяти, чтобы больше никогда не попадать в такие ситуации. Если вы закопаете его, то будете проходить через него снова и снова. Не стоит недооценивать важность жизненного опыта. Ценность опыта многих жизней, безусловно, нельзя отбрасывать. Опыт необходим. Просто сохраняйте с ним дистанцию и используйте его при необходимости. Если же вы позволите ему прорасти в вас, он отравит всю вашу жизнь. Карма. Память о пережитом опыте. Это единственное, что дает вам мудрость. Но также это единственное, что может связать вас. Единственное, что может настолько глубоко отравить вашу жизнь, что это разрушит вас. Карма. Это не проблема. Проблема в том, как вы с ней обращаетесь. То, как вы обращаетесь с кармой, вот единственная проблема. Сама карма – это не проблема. КОНЕЦ